Видишь, не все уроки Весемира пропали зря. Ведьмак может забыть поесть, попить, даже подышать, но никогда не забудет позаботиться о своём мече. Ой, правда, он это всё время повторял. И не надоело ему. Что это была за тварь? Что? Какая тварь? От которой шрам над левым глазом. Он свежий, я его не помню. Это на память от Куралиска из Спалы. Очередной в моей коллекции говорить не о чем. А твой неплохо затянулся. Валак готовил для меня специальные мази. До того, как его поразило проклятие. Интересно, где он сейчас? Мы сняли с него проклятие. Он в Каэр Морхене и ждёт тебя. Ты шутишь? Нет, над этим ты бы шутить не стал. И это... Это отлично! Какой приятный подарок! Ты доверяешь ему? А Валакху? Он ещё ни разу меня не подвёл. Ни разу! Почему, собственно, Валакх тебе помогает? Обычно знающие не в восторге от людей. Здесь дело не во мне, а в моей силе. Впрочем, как и всегда. А Валакх пытался научить меня контролировать силу. А ещё он следил, чтобы я не попала в руки Эридина. А что нужно Эридину? То же, что и всем. Моя сила. Его собственному миру грозит гибель. И Эридину пришла в голову гениальная мысль – завоевать наш. Но сам он, конечно, с этим не справится. Ему нужна армия. Только вот перенести сюда тысячи Ай-Эн-Эйля его навигаторы не смогут. А ты сможешь. Именно. А если я при этом умру, что ж, жертва будет не напрасной. Как вообще получилось, что ты начала путешествовать с Валакхан? С тех пор, как я оставила вас с Йен на острове Яблонь, Эридин и его красные всадники всё время шли за мной по пятам. Я бежала от них сквозь разные миры, и однажды охота меня едва не настигла. И тогда абсолютно из ниоткуда вдруг появился Валакхан. Он нашёл портал и перенёс нас в мир, где Эридин не мог нас выследить примерно полгода. И в каком мире вы прятались от Эридины? Ты всё равно не поверишь. А ты попробуй. Там у людей в голове металл, а воины они ведут на расстоянии при помощи чего-то вроде мегаскопов. Ну и никаких лошадей. Зато у каждого воздушный корабль. Ладно тебе. Я же говорила, что ты мне не поверишь. Надо было там остаться. Тогда зачем ты вернулась? Я думала, что дикая охота сбилась со следа, что я в безопасности. И потом я хотела вас найти. Тебя и Йеннифер. Ты искала нас, а мы тебя. Иногда мне казалось, что я отстаю от тебя всего на шаг, а иногда, что я хожу по кругу. Неудивительно. Часто я просто летела, не разбирая дороги. А как ты в конце концов оказалась тут? Что случилось? Последнее, что я помню, мы с Авалакхом спорили на берегу, на Скеллиге. Он хотел отвезти меня в безопасное место. А дальше были только сны. Что тебе снилось? Потому что у меня последнее время были одни кошмары. У меня по большей части тоже. В одном из них тебя подкарауливал монстр, который вырос из мертворожденного ребенка. Это ужасно. Но были и милые вещи. Например, мы сидели у огня, пили хорошее вино, а вокруг танцевали и смеялись люди. Это и правда гораздо приятнее. Но все все равно заканчивалось в какой-то башне. Что бы мне ни снилось, в конце я все равно входила в башню. Ты знаешь эту башню? Знаешь, где она? Не знаю. Мне кажется, нет, но с другой стороны было в ней что-то знакомое и поразительное. Она была суровая и мертвая, но я чувствовала, что должна войти внутрь. И ты вошла? Нет. Всегда все заканчивалось поисками входа. А в последний раз вместо башни я увидела твою седую голову. Если бы не этот шрам над глазом, я бы подумала, что это все еще сон. Я боялся, что ты умерла. Я встретил здесь краснолюдов, которые пытались тебя будить. Они говорили, что ты ледяная и не дышишь. А все-таки ты пришел. Ну, кто станет слушать краснолюдов? Кстати, они, должно быть, уже заждались. Надо идти. На берегу ждет лодка. Потом поедем в Каэрморхен верхом. Верно. Лучше путешествовать общепринятым способом. Хотя через портал было бы быстрее. Это моментально привлечет Эридина. Лучше не рисковать. Кроме того, я терпеть не могу порталов. Сука. Слушай, надо что-нибудь придумать. Забери нас отсюда. Они узнают, где мы. Они найдут меня. Они уже нашли. Забери нас домой. КОНЕЮТСЯ КОНЕЮТЭЛЯ КОНЕЮТСЯ КОНЕЮТСЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Что? ДимаTorzok 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 к бою готовы всегда готов эскель здравствуй волк эскель не мешай я готовлюсь а вот и ты благодарю что приехали не за что и кстати ты кажется забыл меня пригласить лучше не извиняйся геральт по дороге она уже все высказала мне и и немного отпустила нас правда будет так мало главное не количество качества ведьмачий подход он оправдан при охоте на чудовищ но не в настоящей битве надеюсь ты знаешь что делаешь мы пойдем я хочу получше осмотреться локоть выше и его всегда заваливаешь когда отпускаешь тетиву кроме того у горящих стрел совсем другая траектор и привет если мне сегодня сужден оставь покой мои вещи хочешь порадовать дикую охоту женщина делает макияж только за тем чтобы порадовать себя хорошо что ты здесь рада тебя видеть с удобствами здесь не очень но чувствую себя как дома собираю всех начнем совет собираю все высказали стрелка cô не Продолжение следует... Они придут за Цири, но мы их остановим. С чего ты вообще взял, что охота появится? Они всегда знают, куда я телепортируюсь, и могут моментально переноситься с места на место. И какой у нас план? Нас мало, но положиться можно на каждого. Если будем действовать сообща, мы победим даже охоту. Для начала Йена кружит крепость магическим барьером. Им придется телепортироваться снаружи. Если они рассеются по лесу, нужно устроить охоту на маленькие группки. Ну вот, у нас уже есть первый доброволец на вылазку. Я второй. Всадники попытаются проникнуть за стены через порталы навигаторов. С такой магией мне не справиться. Поэтому ваша задача во время вылазки — найти и закрыть как можно больше проходов. Ламберт приготовит нам две меритовые бомбы. Ты формулу-то еще помнишь? Ясное дело. Отлично. Знак Ирден тоже должен действовать на порталы. Кроме того, я дам вам по амулету. Разломав такой амулет, вы станете невидимы. По крайней мере, пока стоите или не делаете резких движений. То есть вы сможете тихо подойти к врагу, но в бою вас сразу увидят. Кроме того, вас можно будет почуять или услышать. Так что если нарветесь на большой отряд, не нападайте. Дайте сигнал Трис, и она вам поможет. Я буду следить за вами. Как только дадите мне знак, я обрушу на лес огненный дождь. Помните, что нас мало, и мы должны помогать друг другу. Если что-то пойдет не так, дикая охота загонит нас в оборону. Нам придется отступить к воротам крепости. Внутренний двор. Последняя линия обороны. Если не остановим их, здесь все кончено. Самое главное для нас, Цири, это за ней гонятся всадники. И мы должны защищать ее любой ценой. Что делать мне? Ты останешься в крепости. Если они прорвутся внутрь, мы все придем к тебе на помощь. И речи быть не может. Я сумею о себе позаботиться. Никто в этом не сомневается. Но ты помнишь, что самое важное в охоте на чудовища? Выждать удобный момент. Потом я дам тебе амулет. Используй его. И на место, где ты стоишь, упадет огненный шаг. Это так, на всякий случай. Что еще у нас в запасе? Раз вы собрались поохотиться в лесу, я бы мог приготовить волчьи ямы, как у синих полосок. Это как? Чертовски глубокие, одно уставлено острыми кольями. Я привез махакамскую смесь. Горит, как адская сволочь, и липнет ко всему. Бочки можно расставить в узких проходах и подпалить, когда придет нужда. А вы знаете, что у вас под ногами залежи газа? Можно было бы открывать трещины в земле и устраивать взрывы. Однако, для этого мне нужно подготовиться. Есть лаборатория и мастерская. Помни, запасы у нас ограничены, а времени мало. Нужно решить, какое оружие против охоты нам нужно в первую очередь. Верно. И в мастерской, и в лаборатории мы можем приготовить только что-то одно. Кому нужна лаборатория? Я уже начал готовить эликсиры. Хотелось бы закончить работу. Я мог бы наделать больше ведьмачьих ловушек. Но мне понадобится все оборудование в лаборатории. Мы всегда полагались на эликсиры. Надо сварить их как можно больше. Теперь о мастерской. Я собирался залатать пролом в стене. С другой стороны, инструменты нужны, чтобы расчистить арсенал. Расчистить? Разве тебе не сказали? Года два назад рухнула крыша. А там были отличные мечи. Нам бы пригодились. И не мешало бы замуровать те дыры. Иначе осада может быстро закончиться. Прежде всего, надо заделать пролом в стене. Сомневаюсь, что мы успеем сделать что-то еще. Ну, все обсудили? Да. У нас мало времени, так что за работу. Подведем итоги. Йеннифер создает магический барьер и задерживает первый удар. Она тесняет всадников в лес. Ламберт и Геральт ждут в лесу. При помощи двумерита они закрывают порталы навигаторов, чтобы как можно меньше всадников проникло внутрь крепости. Трис ждет сигнала. И по отмашке устраивает всадникам огненный ад. Остальные отражают натиск тех, кто все-таки проникнет за стены. Если что-то пойдет не так, мы оставляем внешний двор и отступаем в крепость. И самое главное, Цири не должна попасть в руки Иридина. Теперь посмотрим на план крепости и обсудим все в деталях. Субтитры создавал DimaTorzok